Проблемы, о которых молчат. Люди, которых не слышат. В бюджете нет грошей на этих убогих людей. И все. Хай они подохнут. Правда, которую скрывают. Провокации, бедарды будут бросаться в народ Украины. 17 канал. Это площадка для дискуссий. В прямом эфире смотрите через несколько секунд. Народная примета гласит, если возле вашего дома отремонтировали детскую площадку, перекрасили все лавочки и залатали дыры на асфальте, значит через пару дней выборы. Добрый вечер. Это программа «Война и мир» и я его ведущая Виктория Пилипенко. О всех перипетиях предвыборной гонки мне поможет разобраться политический эксперт, обозреватель Владимир Воля. Добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, что у нас за выборы предстоят? Местные выборы. Выборы в городские, советы сельские, выборы руководителей украинской мовой галиф, сельских садочных галиф, местских галиф, то есть мэров городов и советы, соответственно. Советы поселковые, городские, районные, областные. То есть выборы из людей, которые живут на этой территории, выборы людей, допустим, которые живут на территории района, они для себя избирают своих представителей в совещательный орган власти. Это, казалось бы, такой простой вопрос, ну куда уж проще, ну что за выборы. Но мы с этим вопросом вышли сегодня ближе к электорату и спросили, задали этот вопрос им, что за выборы предстоят, кого избирают и чего они ждут по итогу этих выборов. Давайте посмотрим. Какие выборы, тоже не знаете? Мэра поможет. Мэра? Кого еще? Знаете? Кого? Там тоже их так много, что я еще сонечко. Кого и куда будут избирать, вы знаете? Ну, мэру. Мэру. И кого еще? Ну, еще и в это самое. Местных депутатов, да, в каждом районе? Да, слышал. А кого и куда будут выбирать, вы знаете? Очень поверхностно. Ну, например, Москву? Вообще, я без понятия. Ну, вот, не вникаю в эти вопросы. Киевран. Киевран. И кого еще? И мэра. И мэра. Мэра и в районе. Хорошо, избирают мэра в город. Не, ну, это понятно. Местные выборы, да. Я в плане депутатов от таких партий и тому подобное. Что значит местные выборы? Это выбирают мэра в город и выбирают местных депутатов в вашем районе? В районе и в городе. Слушайте, а вы можете на вскоре вспомнить пару фамилий депутатов вашего района? Нет, нет. Да, там может быть действующих депутатов. Вы с ним не сталкиваетесь? Нет, не сталкиваюсь. Не верим мы в выборы. Нет, местных не знают. Потому что, насколько я знаю, в каждом районе у нас, как бы, фактически это власть без власть. Потому что она не владеет ресурсами и, соответственно, не распоряжается. Ну, все ж, тяжело вспомнить, потому что я не знаю, а то знаю, по городу знаю, но меньше, потому что там и наши, и там и Кричко, и на мэра. Кутняк у нас. И Лепченко Юрий. Ну, у нас там Билич, где я живу на Борщаковке. Помните какие-то? Ну да, и Думчев там, короче. Ну, там их богато. Скажите, а какие бы вы хотели перемены от местных депутатов в вашем микрорайоне? Есть ли какие-то проблемы, что бы вы хотели изменить? Ну, что бы они ближе к жизни. Вот, что бы они уникали уже потребы людей уже. Говорят, что там дороги, знаете, дороги, скверики, детские садики, знаете, детские садики. Ну, что бы почище было, во-первых. Что здесь? Не знаю, даже как-то улучшить дороги, состояние вообще общее. То, что бы все было более красиво, более чисто. И обустроить школу, и улучшение образования в смысле вмешательства и в программу, и в учреждение. То есть, имеется в виду на повышение уровень, так сказать, всего, всей системы. Если мы не будем снизу влиять на систему новой учреждения, то не будет и сверху ничего делаться. Уборка улиц, красивые фасады домов, красивые улицы, их благоустройство. Забота уже минимально обеспеченных слоях населения. Понижение тарифов, возможно, на коммунальные услуги? Ну, однозначно. Но это уже, наверное, больше повыше. Хорошо. Мэр города, какие хотите от него перемен в городе? Да хоть каких-то перемен для начала. Транспорт. Потому что изношенный транспортный состав. Транспорт. Ну, и потом канализация. Вот это постоянно прорывает трубопроводы, горячая вода. Часто то там, то там роют. Хотелось бы порядка в коммунальном хозяйстве. Новый мэр должен, я полагаю, взять на себя ответственность в том плане, что он должен именно отвечать, во-первых, за свои обещания, которые он будет давать в процессе виборной кампании. С одной стороны, то есть он должен организовать так власть, чтобы она отражала неинтересы тех кучки, тех вот этих депутатов, которые в данный момент, в основном это, я не побоюсь на слово, миллионеры. Ну, все изменить. Жилищно-коммунальные услуги и обслуживание жилищно-коммунальное. И вообще, собственно говоря, что все занялись жителями и людьми. Дело в том, что ЖЭКи уничтожены фактически. Но вместо ЖЭКов ничего не предложено, ничего не сделано. Вот эти действия надо сделать какую-то структуру, которая бы за хозяйство отвечала. К примеру, заявление о снижении тарифов на коммунальные услуги. Вы это рассматриваете? Конечно. Ну, конечно, если пенсия 1300, тарифы эти усеток. Ну, ждем, чтобы меньше квартплата была, во-первых. Чтобы тарифы на воду и на все было. Ну и чтобы возле домов убиралось, на лестницах тоже убиралось, чтобы ходили трошки в порядок. Это программа «Война и мир». Мы посмотрели о том, что думают люди о предстоящих выборах. Владимир, почему-то украинцы считают, что новый местный депутат районный, да и мэр тоже города, в первую очередь поднимет зарплаты, понизит тарифы. Вообще, как такое может быть? Это вообще в полномочиях депутатов? Нет, это не в полномочиях депутатов местных советов, не в полномочиях мэра. Да, то есть то, что касается тарифов, уже несколько лет в Украине, ну, это со времен уже, да, президентства Виктора Януковича, введена система централизованного регулирования тарифов. То есть тарифы, вопросы ценообразования на услуги коммунальных предприятий, они, в общем-то, граничные какие-то рамки устанавливаются на всеукраинском уровне, плюс какие-то отдельные согласования могут быть по отдельным регионам, специфические какие-то цены. То есть, в общем-то, этот вопрос решается в центре. Что касается пенсии, ну, пенсии, это однозначно, пенсии повышают ни мэры, ни мэры, ни... И тем более депутаты районных. Ни депутаты советов районных. Если говорить, допустим, даже о зарплатах бюджетников, то при существующей системе, бюджетной системе, они-то могут иметь оклады, допустим, те же госслужащие, да, они имеют оклады. Эти оклады, понятно, устанавливаются... То есть люди состоят в государственных учреждениях на службе, им делается, соответственно, трудовая запись, запись, и они вроде бы получают зарплату, работая в государственной администрации, в районной, допустим. Но на самом деле эти государства, эти деньги, они получают всё равно из центрального бюджета. Поэтому, если даже брать мэрию, допустим, то есть аппарат городского головы, городского горосполкома, там, да, местные власти сами устанавливают зарплаты, то есть какие-то надбавки выплачиваются, поэтому зарплаты в райадминистрации, допустим, и в районном совете могут быть разные совершенно. При этом, допустим, в областном, если в областном центре городской совет, там зарплаты могут быть выше, чем у сотрудников областной государственной администрации, которая находится в этом же городе. За счёт того, что, да, мэры и местные советы имеют определённые возможности для того, чтобы устанавливать какие-то уровни заработной платы. Но в целом-то это касается всего лишь очень узкого круга людей, сотрудники органов самоуправления, работники. Всё остальное, все остальные зарплаты устанавливаются. Первое, если это бюджетная сфера, это только исключительно государство. Второй нюанс, если чисто коммерческая сфера, то это частные предприниматели, те, кто владеет и руководит бизнесом по доверию владельцев. И, естественно, есть определённые относительные регуляторы, индикативные — это минимальная зарплата, ниже которой не может быть зарплата ни в бюджетной сфере, ни в коммерческой сфере. Всё. То есть ожидать, что по итогам этих выборов придёт кто-то, кто повысит пенсии и зарплаты, это просто люди не знают. А влияние на образовательную систему — это возможно или нет? Образовательная система, она финансируется, всё зависит от того, от юрисдикции, в чьей сфере управления находятся конкретные учебные заведения или дошкольные учреждения и так далее. Обычно это всё уже у нас на уровне… Министерства образования, наверное, какую-то программу ставят. Не, министерства образования не подчиняются, а так, в общем-то, во многом это уже на местный уровень переведет. То есть какие-то добавки. То есть смешанная система получается. Вы про материальную сторону, да? Про финансовую. Про качество образования. Например, сказали, что вот придёт новый депутат, и было бы хорошо, если бы он повлиял на качество образования. Каким образом он может повлиять? Это юрисдикция наверняка Министерства образования. Да, есть определённые стандарты для системы образования. Все учебные заведения проходят аттестацию на предмет соответствия этим стандартам. Эти стандарты устанавливаются Министерством образования. Хорошо, давайте тогда перейдём к прямым обязанностям депутатов местных районных советов. Что подходит под их юрисдикцию? За что они отвечают? На что они получают бюджетные деньги? Ну, тут вопрос, в общем-то, достаточно... Вернее, вопрос, который имеет достаточно простой ответ. Депутаты городского совета отвечают за состояние города, его территории, системы коммуникаций, которые в городе существуют, за жизнедеятельность города в целом, за вывоз мусора, за доставку воды. То есть всё, в общем-то, что касается жизнедеятельности конкретной общины, городской, районной, поселковой, сельской, вот всё, что непосредственно касается жизнедеятельности людей, которые проживают на этой территории, всё относится к ведению органов самоуправления и мэра. То есть, допустим, вопрос финансирования, ремонт строительства дорог на территории тут, ремонт теплотрасс. Понятно, что это какие-то предприятия выполняют, но, тем не менее, контроль за всем этим, даже если это частные какие-то предприятия, поставляющие услуги коммунальные, всё равно контроль за состоянием всего, то есть представление представляет интересы всей общины, допустим, городской совет и мэр города. Мы чаще в предвыборных кампаниях видим заявление о том, что мы за мир, мы победим, есть ещё обещание поднять, опять-таки, заработные платы и так далее. Почему тогда они используют вот такие, скажем так, такие обещания, которые они, в принципе, не могут исполнить? Зачем они этим пользуются? Вот, кстати, вот о том, за что... Почему они не обещают чистые улицы и хорошие дороги? Я понял, понял ваш вопрос. Если говорить о том, за что отвечает власть, да, в принципе, вот люди в своих вопросах и озвучили эти. То есть, почему, по каким событиям, явлениям, фактам судят о том, хорошо местная власть работает или нехорошо, мусор убирается, да, не убирается. Трубы. Дороги. Причём не эти трассы загородные, а вот внутридомовые, внутриквартальные дороги, сети, тепловые, доставка воды, отопление. Как часто лопаются эти трубы, разрывают, ремонтируют. То есть, вот по поводу транспорта, городской транспорт, как часто, то есть, как регулярно он функционирует, насколько он хорошо, качественно обслуживает местное население. Вот, кстати, был нюанс, на который обратили, что устаревший транспорт. Хотя, вот, допустим, и ещё, и почём ещё судят о местной власти? Это, наверное, потому, как вывозится мусор. То есть, это, наверное, даже более одно из первоочередных. Есть ли вода, и вывозится ли мусор? Даже лифты не столь важны. И плюс в центре. Порядок ли в центре и в общественных местах? Настолько красиво. Это серьёзное, производит впечатление, то есть, серьёзнейшим образом влияет на восприятие, на то, как воспринимают жители конкретного города, деятельность своего мэра или городского совета. По поводу порядка, как раз благодаря предвыборной кампании, мы заметили, что порядка стала меньше. Да, детские площадки. Вот, кстати, по поводу, почему обещают, делать то, что на самом деле не относится к сфере компетенции. Чтобы не нести ответственность, наверное. Нет, я скажу вам по-другому. Ну, во-первых, в избирательной кампании выбирают темы, которые считают они более простые для агитации, и какие-то раскрученные темы. Ведь плюс за вот эти вот, я отчасти с вами согласен, обещать там, вот как реклама блока Петра Порошенко, я видел сегодня там пожилая женщина, да, звонит своему сыну, который в зоне войны на Донбассе, и говорит, я же сыночку голосую за это, я бы замырили, что-то так, да? То есть противопоставление. То есть тема мира. Спекуляция мира сейчас повсеместно используется. Вот тема, отвлеченная действительно от местных проблем. С чем связано? Два уровня. С одной стороны, если говорить сейчас кандидатам о решении местных проблем, то есть я сделаю то-то, то-то, то-то. Кстати, вот Думчев говорит почему-то больше о местных проблемах, а не о политике. Это не агитация. Я не знаю, насколько он действительно достоин быть мэром. Может быть, это политтехнология такая, более продвинутая. Но вот если говорить о тех видеороликах, которые присутствуют, и о тех расклейках агитации, то Думчев говорит о местных проблемах Киева. Говорит, что вот давайте отопление будет вот так, это будет вот так, и это будет вот так. То есть если говорят вдруг... То есть местными проблемами у нас, к сожалению, никто не увлекается. Все увлекаются большой политикой и геополитикой. То есть мелкие цели, это как-то скучно, неинтересно. Да. Можно замахиваться на большее. Плюс, почему темы общеукраинские? Все в ожидании того, что рано или поздно досрочные парламентские выборы состоятся и просто за счет избирательной кампании это сделать за дел. Вот, допустим, тут еще дифференциация по территории. 142, кажется, партии участвуют сейчас по всей Украине на выборах в местные органы власти. Причем некоторые партии участвуют только в нескольких регионах, а не по всей Украине. И то даже на этих, допустим, на территории этих нескольких регионов их активность слишком различная. Вот взять партию простых людей Сергея Каплина, да? Вот она с Полтавой связана, родом он с Полтавщиной. Там, естественно, тут много бордов Каплина, а там их еще больше. Поэтому марш по поводу тарифов откуда идет, идет он из Полтавы. Вот каким-то образом Ляшко связан с Черниговской областью. Вот Черниговскую область в видеорекламе и показывают. Думчев связан с Киевом? Думчев. То есть тут даже по рекламе можно говорить о том, для чего делают компанию ее участники, с какой целью. То есть уровень административный. У Думчева, судя по тому, что он говорит, у него нет заявки на общеполитические какие-то смыслы, уровни. Ему достаточно будет, если у него получится с Киевом, стать мэром Киева и какую-то часть команды своей провести. Если брать тех игроков, которые рассчитывают на какие-то большие дивиденды в большой политике всеукраинской, то тут понятно. Вот небольшие партии, наш край. На самом деле это партия с пристрелом на то, чтобы в большой политике себя реализовать. Но они пока сказали, как Фельдман говорит, людям надоела политика, мы чисто хозяйственники, хозяйственные проблемы. Плюс партия Укроп с большим тоже прицелом на большую политику. У нее смесь такая идет. Просто выбор в Новый Киев с новым мэром. То есть с Геннадьим Корбаном. Вы знаете, по поводу Думчева я достаточно долго вообще считала, что это кандидат в местный районный совет какой-то, потому что у меня весь район обвешан его плакатами, на балконах у людей они висят, то ли частным образом, то ли за деньги, непонятно. На балконах говорят много. На балконах много. На баллоне. И на баллоне тоже. В принципе, его очень много везде. Это просто уже какое-то тотальное заполнение города. Я была уверена, что это какой-то местный. Но потом подумала, что не может быть, он местный везде. Видимо, он решил настолько серьезно пропиариться. Сегодня шла на работу и как раз мне вручили газету из моих местных депутатов, кто у меня баллотируется, вправду скажу. Живу там давно, бываю часто, но не слышала, не видела. Этот вот, есть его фамилия. Как тут не указано? Здесь вот крупным планом. Вот Кличко у нас и Билыч, по-моему. Да, Виктор Билыч. Картинки о том, как он вот нашу местную площадку якобы с плакатом на спине какие-то активисты Виктор Билыч. И они ее убирают, облагораживают. Правда, не видела, не знаю, не скажу. То ли это единоразовая акция, то ли это, в принципе, какой-то популизм такой для рекламы, то ли это действительно регулярные работы. Непонятно. И вот таких персонажей, которых ты, в принципе, глаза не видела, не знаешь, кто они такие, их масса. Как вообще человеку абсолютно не, скажем так, как человеку разобраться в этих персонажах, если они обычно узнают о них только перед выборами? Первый раз видят фамилию или вот эти фотографии за два-три дня до избирательного участка, до того, как они туда идут. Если это из практики, да, из практики избирательного процесса, вот есть избиратели, которые знают, за кого они будут голосовать. Для многих важно, чтобы человек представлял, то есть принадлежал, либо не принадлежал какой-либо политической силе, либо какой-то вот политической, идеологической тусовке. То есть партия хорошая, значит, и человек хороший, да? Только не то, что связано, допустим, с партией регионов, соответственно, возрождение оппозиционной блоки и так далее. Не, я этих, не знаю, этих, за эту часть спектра политического голосования принципиально не буду. Есть люди, для которых важны персоналии, личность кандидата. При этом с точки зрения имиджологии, с точки зрения избирательных технологий, люди так устроены, что внешность кандидата, насколько он располагает и внушает доверие, именно этот фактор играет очень существенную роль. То есть если человек не слишком интересуется политикой, если не слишком интересуется местными делами, то тогда он смотрит по лицам, кто ему нравится, кто ему внушает, не внушает доверие. Помните? Если он подходит, вот как женщина, да? Вот как женщина, да? Как женщина, помните, был такой Александр Пабот, симпатично располагающий мужчина. Я знаю, что все мои знакомые женщины за него голосовали, говорили «красивый», поэтому голосуем. За Катеринчука, по-моему, подобное тоже было. Вот, вот, за Катеринчука даже та же история. А давайте мы сейчас пройдемся немного по списку наших... Кого выбирать? А кого выбирать? В итоге еще те, кто, во-первых, спрашивают, а за кого ты будешь голосовать? А за кого голосовать? Тут их столько, а подскажите, за кого голосовать. Советы очень часто спрашивают. Люди у своих друзей, знакомых и так далее, и голосуют за компанию. Плюс еще один момент. Можно на избирательном участке, если не приглядывались к агитации, не прислушивались, то на избирательных участках должна быть информация о кандидатах. Стенд с информацией, биографией, его партийная какая-то история. Там без агитации, просто биография, фото и биография. Другая наглядная продукция, если там что-то произведено не избирательной комиссией, в рамках официальной продукции, изготавливаемой к выборам избирковыми, то есть не эти биографические справки, то это уже может рассматриваться как агитация. Режиссеры, пожалуйста, выведите инфограмму на экран, а мы пока оставьте нас в студии, мы обсудим кандидатов в мэры Киева. У нас есть кандидат Геннадий Балашов, сейчас в партии 5-10, ранее представлял партию за красавую Украину, Яблоко. Борислав Береза, мы его помним, как спикера правого сектора. Сейчас он представляет партию решучих громадян, и мы видим эти плакаты тоже по всему городу. Очень хорошо, по-моему, они сейчас себя рекламируют. Анастасия Белоус, Ведроджиня, ранее не беспартийная, Любовь Богаченко, «Сыльная Украина», сейчас представляет «Женки Украины». Владимир Бондаренко, это, наверное, ветеран уже украинской политики, он побывал и реформцентры, и ПРП «Наша Украина», блок Юлия Тимошенко и так далее. Дарт Вейдер, это вот нововведение. Ну, это не такое нововведение, это уже несколько избирательных кампаний на выборах 2010 года, президентских тоже. Ну, к этому все равно сложно, невозможно привыкнуть, Владимир. Ну, когда же. Вастырь Гацко, демократический альянс Ирана, сейчас представляет громадянскую позицию. Они тоже несколько уже выборов, пытаются участвовать в выборах, но пока что, как были активистами, так и остались. Сергей Гусовский, достаточно часто тоже мы его видим на билбордах по городу. От партии «Самопомощь». «Самопомощь», да. Тоже ранее беспартийные. Режиссеры, можно еще выведите, пока мы обсуждаем этот же слайд. Микола Дульский, ранее не был членом партии. Также Сергей Думчев, вот мы до него добрались. «Рух за реформы». Стилистика американская, цвета украинские. Сыль на Украине ранее была. Но вы о нем раньше слышали? О Думчеве? Да. Ну, я обратил внимание еще с весны, когда у них начиналась эта агитационная кампания. А лет пять назад, к примеру? Нет, нет. То есть это новый персонаж на политической арене, мы о нем ничего не знаем, да? Ну, относительно. Я читал там подборку материала о том, кто такой Думчев, связи, окружения. То есть да, он был, присутствовал в политической тусовке, то есть в политике, но на уровне общения, то есть на вторых, где-то третьих позициях, но не как депутат. Юрий Ехануров в Ядрожине сейчас и представлял ранее коммунистическую партию, НДП, Национально-демократическую партию, нашу Украину, и при Ющенко также был. Виталий Кличко, ныне партия Солидарность, ради которой он и попрощался с партией. Удар своей собственной фракцией, и вот так Ющенко, а так Кличко уже. Александр Кондрашов, ранее Шинэнэбул, член партии, беспартийной, сейчас представляет партию местного самоврядувания. Геннадий Корбан, вот партия Укроп, также ранее беспартийный. Владимир Макеенко, партия регионов ранее, наша Украина и партия регионов, и также исцелентская партия, сейчас представляет вот этот наш край, про который мы говорили ранее. Максим Мельничук, аграрная партия, беспартийная ранее, Александр Мырный, по-моему, свободовец, как-то миллионер, который, по-моему, Да, вот, кстати, довольно такой эмоциональный, темпераментный. Мэр Майя Бутумирный, видели, да? Да, но при этом, когда он выступал на акции недавней, 14 октября, он слишком угрожающие вещи прозвучивал. Например, я не слышу. Ну, там по поводу власти, что, кажется, он сказал, что Яценюка не убежит, мы его поставим на колени. Хорошо, продолжим. И народ будет решать, что с ним делать дальше. Роман Михайлов «Сила людей». Сейчас, между прочим, как-то я не очень часто слышала про эту партию, демократический альянс ранее. Сила людей? Да. Сила людей – это, да, одна из новых небольших партий, они пытаются стартовать. Это тоже один из бывших активистов Майдана, господин Салантай. Татьяна Монтян. Спиль на Диа сейчас, ранее беспартийная. Вы видите, все-таки… Неоднократно бывало у нас… Как считаете, есть шанс у Татьяны Монтян пробиться в большую политику? Сложно сказать, сложно сказать. Может быть, для зрителей какой-то части аудитории она и очень интересна, но учитывая, учитывая то, что, как бы, вот учитывая разъединенность украинского общества… Расколда, давайте уже говорите словами. Да, симпатии, полярность, полярность некоторая. И радикальность ее настроения, она радикальнее радикальной партии. Она, нет, она, да, вот ее радикальность, ее оценки, они созвучны только одной части. В Киеве сложная ситуация, здесь партия регионов не имела таких больших побед, никаких больших результатов. Поэтому вот думаю, что скорее у Монтян здесь не будет больших прорывов, хотя посмотрим, результаты покажут, что на самом деле. Подряд идут Сергей Мельничук от партии Ляшко. Я, простите, не вижу ее кампании избирательной, Монтян, поэтому можно баллотироваться, но кампания должна же как-то проводиться, встречи с избирателем, должны быть какие-то объявления. Ну, я вот, например… Что такого-то числа, в такое-то время, вот там, возле того дома, такой-то кандидат в мэры будет проводить встречи с избирателями. Я думаю, Татьяне Монтян, это не очень безопасно, такие вечера собирать. Но днем встречи с избирателями хотя бы нужно проводить, хотя бы по минимуму что-то делать. Далее подряд у нас идут Сергей Мельничук от партии Ляшко, теперь он с самого Суваноси, Игорь Масейчук. Ранее и Унсо, и Азов, и теперь уже от Ляшка. По-моему, они оба ушли, да? Он так и зарегистрирован, да? Масейчук вроде бы как ушел. Что вроде бы он отказался от участия. Ну да, была информация, и про Мельничука тоже что-то такое говорили. Наталья Новак, сейчас громадянская оппозиция, ранее партии «Удар», Кличко и ПРП. Александр Амельченко, это бывший мэр Киева. Сан Саныч. Его сейчас как-то ассоциируют все время с Кличко, якобы они... Я сегодня общалась с людьми на улице, они сказали, что Кличко не мешало бы объединиться с Амельченко, тогда бы у них все получилось. Я говорю, вы знаете, по-моему, они уже давно объединились. И уже все получилось. Вот, да, вот, кстати, у вас интересная идея прозвучала, что им, возможно, не мешало бы объединиться. В целом-то, не знаю, политтехнологи Кличко и кто там еще в БПП считали или нет, но идея такая уже плохая, потому что ностальгия обо тому, что было, есть все-таки немало тех, кто считает, что прям Мельченко было довольно неплохо. Суркиса, Мельченко, Черновецкий, мы делаем по поводу, да. Но есть такая версия, не помню, кто-то из моих гостей в «Непростой политике» озвучивал, что на самом деле Мельченко, у них и так союз, альянс, да, но Мельченко хотят вытянуть во второй тур вместе с Кличко, потому что потом, когда выбор между Кличко и Мельченко, люди выбирают Кличко. То есть это удачная пара для того, чтобы Кличко победил. — Говорят, что второй тур в выбор Асамэра неизбежен. — Посмотрим, что он будет на самом деле, да. — Владимир, Дмитрий Павличенко у нас закрывает эту таблицу. Это Павличенко тот самый, который был политзаключенным или это однофамилец просто? — Вот я это как-то упустил, по-видимому, да. — Болю Павличенко, пометай, это? — Да, а Павличенко, если Павлюченко, значит не он. — Павличенко. — Павличенко, возможно, возможно, я не в курсе. — Тоже персонаж неизвестный. То есть у нас баллотируется около 30 человек, из которых… — Возможно, возможно, дофамильцы. Сейчас слишком много людей с похожими фамилиями. — 30 человек, из которых пройдут, скорее всего, около пяти. Ну, по прогнозам разных экспертов, более-менее делают ставки. И зачем остальные 25 человек, грубо говоря, тратят огромные суммы? Ведь считается, что в Украине предвыборная компания – это самая дорогая компания в Европе. Таких трат на предвыборную агитацию нет нигде. Зачем тогда люди тратят баснословные деньги для того, чтобы просто принять участие? — Опора или кто? Озвучивал ли Депо, сайт Депо? Два миллиарда за два месяца. — Два миллиарда, да. Я тоже об этом читала. — Зачем? Если вас не выберут, зачем? — Ну, тут вопрос спортивного участия. Во-первых, для того, чтобы… То есть партии должны участвовать в выборах. Потому что дальше, допустим, для того, чтобы участвовать в выборах, могут ввести в любое время ограничения по каким-то вопросам, что партия может сделать то-то, то-то, если она участвует в выборах регулярно, не менее, чем в стольких-то выборах или в течение стольких лет принимала участие в выборах. То есть партии существуют для того, что такое партия. Партия – это группа людей, объединённых какими-то целями, какими-то общими целями, одной целью, двумя-тремя. И мировоззрением, ценностями, и видением того, как к тем или иным целям нужно двигаться, то есть как их реализовывать, как решать те или иные проблемы. Так вот, партии, по большому счёту, это борьба, их смысл существования – это борьба за власть с помощью выборов. Рано или поздно это принесёт свои дивиденды. Иначе, если партия существует, и она в выборах не участвует, то зачем партия существует, смысл её? Партии существуют, это общественные организации могут существовать так, да? А партии существуют для того, чтобы принимать участие в выборах, получать результат, и всё это делать для того, чтобы первое, либо, то есть влиять, влиять, либо самим осуществлять наибольшее влияние на то, как принимаются решения на конкретной территории, либо каким-то образом влиять, даже не имея небольшой результат, на другую полирическую силу и на существующую власть. Ну, это что касательно партии, но есть достаточно большое количество самовысуванцев, как они у нас называются, которые беспартийные, тратят тоже баснословные деньги на свою пиар-компанию. Режиссёры, покажите нам видеоматериал про Дарта Вейдера, которого мы уже упомянули, и за ним сразу Гарри Караготского. Гарри Караготского Светлые, целые, причём этих Дарт Вейдеров полно, в каждом городе есть свой Дарт Вейдер, и это люди, я так понимаю, без идентификации личности, мы не знаем, кто это, и вообще законно ли выдвигать вот таких персонажей? Можно сразу теперь включить второй сюжет? Тут вопрос, не знаю, насколько это законно, то, что это шоу, это троллинг, это однозначно. Нет, конечно, с точки зрения формальной, с точки зрения формальной, если человек себе изменит имя, фамилию, напишет, то есть в паспорте у него будет написано Дарт Вейдер, там, Императорович, допустим, Вселенскович. Он безликий, допустим, написанной, в паспорте написанной. Да, в паспорте он безликим не может быть, в паспорте есть его настоящий фейс, а как он по улице ходит, это его личное дело. Хорошо, вот следующий персонаж, самого Сувановича. В документах он... Владимир, Гарик Караготский, вот такой персонаж. Мы уже видим его лицо, мы уже знаем его фамилию, что с ним делать? И скажите, ну, допустим, у этих кандидатов есть свои финансы для того, чтобы спонсировать свои... Тоже троллинг. Троллинг с какой целью? Растащить голоса, посмеяться над политикой за свой счет? То есть это такое развлечение? Скорее посмеяться над политикой. Если есть деньги... Новое развлечение, это как купить Челси, теперь можно сделать, купить партию и троллить депутатов, троллить политиков? Троллить. Я не вижу в таких проектах ничего, кроме как... Ну, троллинг, троллинг политики. Владимир, не скажите, Гарри обещал сделать ПМС выходными днями, если его выберут депутатом или мэром Киевского городского совета. Уже в украинской политике... Так что, вы знаете, половина Киева будет за него голосовать. В украинской политике уже была партия любителей пива. Любителей пива много, но проголосовавших за эту партию нет. Не так много, да? Партия, значит, не то пива, наверное, любят. Партия любителей пива не победила еще много лет назад в Украине. Поэтому он может голосовать все, что... Вернее, обещать все, что угодно. Вы понимаете, восприятие, да? Серьезные люди... То есть это стеб политический. Для какой-то аудитории вот они любители стеба посмотрели, поприкалывались, и все на этом закончилось. Егор Лупан был такой проект, но там он в кандидаты не был зарегистрирован. Чисто тролль, да? Петро Бампер. Это кто-то, если хочет, президентские выборы 10-го года тоже троллили. Поэтому это, Степ, серьезные люди, которые серьезно относятся к выборам, к выбору, даже просто к выборам, что это серьезное мероприятие, то они ищут серьезных людей. Они не настроены просто. Они, соответственно, воспринимают что-то, ну это что-то какое-то того, да? А мы посмотрим, кто тут серьезные лица есть. Хорошо, Владимир, это реальный троллинг. То есть нормальные люди воспринимают, что это какая-то шутка, это какая-то подковырка, это что-то там, развод какой-то и так далее. Хорошо, это вот реальный троллинг в чистом виде, какой он есть. Но предвыборная агитационная программа этого года, она и без троллинга сама по себе вызывает улыбку многих на билборд. Давайте посмотрим смешные билборды этого года, топ самых смешных. Это, видимо, «Игра престолов». Нет, немножко другое видео. Давайте, хорошо, это троллинг на украинскую политику. Закрылый килька болделев. Обрянет торопчающую голову. Роб Старк, Зима Блыско. Да, там мама погибла, коллагознена была. Далее. У нас «Свобода, ривнесть, братерство». Лидер Жинка Маты. Ну это да. Это на кого пародия? Дейнерис Таргана. Да, на Тимошенко возможно. Восемь тысяч лет в стабильности. Тут не все, я видел, не все персонажи могут быть связаны с конкретными какими-то политиками украинскими. Ну да, любитель порядка и денег. Грошей людям, Тайвін Ланнистер. Да, да, да. Объєднатись задля перемоги. Тормут, велето смерть. Фронт. Я дичавілих. Илюстрація без вагань. Сандр Угліка. Принциповість, енергійність. Сила. Команда перевірена часом. Соціальна спільнота Мизинець Пітер Белеш гарантує. Ну вот видите, по цветам на кого оно. Пітер Белеш, да? Упалення в кожну осель. У нас Тарг. Само близько. Режисюр, покажіть, будь ласка, настоящі, не троллингові плакати. Вот. Це у нас розвід у краю нашу роботу. Ротова Яна і брендинг, як він є. Це не троллинг, це настояще. Вроде би, як, дійсвіттєнні, такі плакати є в кородах. Життя усміхається кожному. Жук. Либерально-демократична партия міста Суми. Любовь богаченька мужчина, ти ляжеш в першому раунду. Це ми дивилися от партии під столом. Да, от мужчина лежить. Ось свяченье лифта. Тоже, знаєте, за спроєння Мартин Кива, Руслана, капустяка Олега, партия Свобода. Уже лифт я свячений. Не, ну на бабушек, може, то... Всякая власть от Бога і які-то чудові персонажи. Изображены. Далі Александр Дідок. «Виходя з дому, не забудьте выключити утюк». Считаю, це дуже полезний билборд. Деньги потрачены не зря. Сколько там от 4 до 5 тысяч гривень за один билборд? У нас их 20 тысяч, это 200 млн гривень. Это все. Ирина уверена, мужчины, они как дети. Полностью согласна. Смотрите. Очень убедительно. 17 номер. Символично. «Жодный гасл, шест правый, ежачкам грушку». Ну, замечательно же. Смотрите, как трогательно, мило. Так о чём? О чём? Что смешного? Всё, да? А вот и Гарри Карагоцкий. «Ятведь самого Суванец». Это безобидный плакат, который, мне кажется, самый безобидный, который накричали. Не, ну смысл, смысл от этих всех тут. «Ведро джиня ведро дыма закропавців в область». Мы видим, что у кандидата есть как и красивая рубашка, так и красивый пиджак. Василь Кашеля. Мы искренне за него радуемся. «Иван Бухал, переймай успешный досвид Валентина Немарюк». Бухал. Не бухал, бухал. Ну, простите, ну вот так оно вот читается. Многие читают, да, так. «Змусом Киевэнерго встановите лечильники». Ну, вот так. Да, лечильники, а что, не встановили ещё? «Ведродження, канализируем село. Дмитрий Ковбасюк, моя энергия на благо у Фонтанки». Вот тут конкретно человек мыслит по делу, на местах. «Батим Василь, вымытый гныль». Ну, человек, какой-то, видимо, политтехнолог, или решил блеснуть ритмой. Видно вам обыскуштованные анализы. Анализы тоже важны, видите? «Переможем у разом». Да. Трудно поверить, что люди абсолютно серьёзно, без стёбы, шутки. «Кривой рог в моём сердце» звучит как-то страшно, если честно. Но это вот даже не смешно. «Моя нейм из Порядок, Игор Порядок». Это, по-моему, даже незаконно, размещать борды с иностранными лозунгами. Вы должны понимать, что не все борды, которые висят и выглядят как предвыборные, они являются бордами каких-то кандидатов, реальных кандидатов. Это просто троллинг, это просто кто-то прикалывается, стёб какой-то. Это уже агрессивная реклама, которая появилась буквально недавно, где партия Корбана «Укроп» вытащим из-под земли, там изображён Янукович. И буквально на последние дни тоже… Шарий баллотируется в кандидаты. От партии «Укроп»… Шарий, да? Да я не тот, Шарий, да не тот. Нет, это однофамилец. От партии «Укроп» уже начали заявление «не прогибайся от президента». Это значит, что партия «Укроп» уже пошла в конкретную оппозицию. Вот вы представляете, если вот это всё использовать, да? Просто заменить первое слово «фотошоп» и пустить, запустить утку. Сказать, что «Шарий», который много всех критикует, и баллотируется вдруг от партии «Президента». Как вы считаете, что бы было? Проголосовали бы? Ну, как вы думаете, много ли в это? Многие ли в это поверят? Нет. Ну, как вам сказать? Очень многие. До тех пор, пока не будет опровержения. Почему наша предвыборная агитация вот на таком уровне? Почему у нас нет открытых дебатов политиков, которые были бы публичными, где люди могли в диалоге, в споре, в каком-то конструктивном могли продемонстрировать себя? Дебаты есть по большим городам. Это Киев, Харьков, Львов и, я не помню, ещё несколько городов, согласно решению избиркома, дебаты там должны были проводиться или ещё будут проводиться. Я, к сожалению, этот момент упустил. Были ли уже дебаты и где? Вот если говорить об этой рекламе, то, как я уже сказал, не всё то, что на бордах и выглядит реклама, на самом деле даже относится к избирательной кампании, что это реклама действительно зарегистрированных людей, реальных кандидатов в мэры или депутаты. То есть очень много стёба, приколов, троллингов и так далее. Просто люди развлекаются. Что, если говорить о тех нестандартных, оригинальных, лучше так сказать, оригинальных, вызывающих… Тут вопрос по поводу адекватности людей, которые разрабатывали эту рекламу. То есть нужно всё-таки было думать, учитывать какие-то нюансы, стереотипы, звучание и так далее, что, то есть чтобы, не знаю, может быть, они рассчитывали, что это прикольно, эта вся оригинальность только привлекает внимание. Но привлечь внимание можно дурацкими совершенными вещами. Это не значит, что эти дурацкие поступки будут одобрены людьми. Владимир, у нас заканчивается первое время. Но популярными в смысле позитивного и в позитивном отношении поддержки можно, наоборот, не стать, закрыть себе путь популярности в смысле поддержки. У нас заканчивается эфирное время. Время я бы хотела от вас услышать рекомендации о том, как всё-таки сделать свой выбор и не ошибиться. Без конкретных фамилий, я имею в виду, как подойти к этому вопросу для того, чтобы твой голос не пропал в пустую. Ну, первое. Если, учитывая, что слишком много, но незнакомого и очень много Стёба, то первое, чтобы я, наверное, обратил внимание, вот человек, знаю его, я не знаю. А если я знаю, то что хорошего о его деятельности или о деятельности других кандидатов в той партии? О деятельности, а не его лозунгах. Это разные вещи. О лозунгах, да. Я знаю, что он сделал. Если я этого человека не знаю вообще, ни по какой деятельности на округе, он не был депутатом на моём округе в городе, то тут другие. Нужно смотреть, кто эти люди, что они предлагают. Если люди говорят с бордов, с листовок, вот этими общеукраинскими обещаниями, лозунгами, то им... Доверять не стоит, вы считаете? То есть они зациклены, они ориентированы на большую политику, а не на вот эту кропотливую... Лампочку у вас в подъезде, они не вкрутят. ...рутинную деятельность, да. То есть нужно людей выбирать, которым интересно то, как живёт улица, дом, район. А не то, что там люстрация, да, то есть там ремонт, там зрада. Это всё далеко от конкретной жизни. Это большая материя. Пускай эти люди баллотируются в парламент, тогда нужно будет голосовать, будем думать, голосовать за них или нет. И ещё. И, конечно же, конечно же, очень многие материалы говорят за кандидатом, насколько, то есть как они говорят, о чём они говорят, манера говорить, и понять, можно ли доверять этим людям. Понятно, что впечатление иногда обманчивое, но тем не менее, и очень часто мы делаем ошибки, нужно пытаться понять, за кого мы голосуем, стоит ли человеку этому вообще доверять, и тому, что он говорит. Сложный выбор, у каждого он свой. Спасибо. Спасибо, это был комментарий от Владимира Воли, политического эксперта. Это, пожалуй, наш последний эфир предвыборный. Мы далее будем встречаться уже более детально в большом телемарафоне в воскресенье с 14.00, буквально с утра, с 8 утра начнутся прямые трансляции, с 14.00 начнутся прямые эфиры из студии и до позднего вечера. К сожалению, сегодняшний анонсированный телемост не состоится по причинам от нас, независящих матери, которые отправились на Донбасс за своими пленными сыновьями, попросили его перенести. Мы приносим свои извинения, и в ближайшее время, я надеюсь, мы все-таки посмотрим, чем закончилась поездка, и надеюсь, у нас закончится успешно. А я по традиции желаю вам мирного неба над головой. Донбасс!